Обеспечение безопасности на городских улицах и в общественных местах было и остается первостепенной задачей сотрудников правоохранительных органов. В преддверии памятной даты, а также 21 до 2 июня, около 200 брестских стажей порядка будут нести службу в штатном режиме, уделяя более пристальное внимание основным местам проведения торжественных мероприятий. В центре внимания правоохранителей будет обеспечение дорожной безопасности и охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий. В этих целях сотрудникам милиции будут организованы контрольно-пропускные пункты, где будут досматриваться наши граждане и гости на наличие кольцев-режущих предметов, взрывоопасных предметов, оружия, а также перетехнических изделий. Запрещено будет приносить спиртные напитки в стеклянной таре, крупногабаритные сумки. Мы просим наших граждан приходить на мероприятия заблаговременно. Не только для правоохранителей, но и для сотрудников госавтоинспекции. Канун 2-3 июня станет довольно напряженным рабочим днем. В связи с проведением массовых торжеств на некоторых улицах и дорогах города будет ограничено или закрытое движение для автомобилей. В основном это коснется транспортных артерий в районе Брестской крепости. Обращаю внимание в первую очередь водителей транспортных средств, что 21 июня с 20.00 будет ограничено движение по улицам, которые окружают мемориальный комплекс Брестская крепость Герой. Поэтому в этот период времени необходимо все-таки набраться терпения. Почему? Потому что приезжает очень много делегаций с различных государств в том числе. Поэтому такие улицы, как Зубачева, Героев обороны, Брестской крепости, Варшавское шоссе, Новый Берестейский мост, естественно, будут ограничены движение транспортных средств. Поэтому здесь необходимо строго выполнять требования сотрудников органов внутренних дел и дорожных знаков. К слову, в ночь с 21 до 22 июня движение и стоянка транспортных средств на этих улицах будут запрещены. Поэтому, чтобы не испортить впечатление от посещения торжественной программы и не омрачить ее эвакуированным авто, позаботьтесь заблаговременно о месте его стоянки.